Ребят, всем привет! Всем привет! У нас сегодня какой? 3 июня, наверное, да? Да. Мы с Валерой в отпуске. Грустные, не знаю какие у нас отпуск взорвался. Хотели ехать к морю. Ну, теперь вот мы не поедем в связи с ложившимся обстоятельствами. Деньги нам не вернули, мы бронировали. Не отель, а квартиру, да? Можно сказать, квартиру. Деньги нам не вернули. Девушка обещала вернуть, как бы. Говорит, я там с ребенком сижу, денег нет, приедет заработку. В общем, мы вам ждите, отдадим. За гостиницу нам, у которой мы у нас две кошечки, они вернули деньги. Мы тоже так чудно вернули. Мы не хотели возвращать. Говорит, давайте вы ваши деньги на нашем счете оставите. И мы при дальнейшем обращении, ребят, мы три года на море не были, когда мы еще к ним обратимся. Ну, в общем-то, так отдали нам деньги. А с Краснодарского края нет, еще не перечислили. У нас опять дождь. Ну, там градусы, наверное, 22. Такая вот легкая куртка. На зоне обувь развалилась. Сейчас попробуем доехать до торгового центра. Ну, чем-то ей супы купить. Уже выезжать не хочется. И погода из-за этих заболеваний. У нас вспышка опять заболеваний. Корона этой пошла. Ну, много очень. Ежедневно заболевших. Нашний раз, конечно, не хочется выходить. Ну, тут ситуация такая прям. Ходить не в чем выходить на улицу. Настроения никакого на улице. Дождь льет. Валера тоже расстроена. Отпуск у нас сорвался. Я хотела сказать. Начинается видео так. О, привет, ребята, мы едем в Сочи. Нет, мы не едем в Сочи. Мы едем за обуви в торговый центр. Блин, еще и в пробку встали. Ну, переезд сейчас откроют. Да, у нас тут дорогу ремонтируют. И все через этот переезд тут ждут, когда поезда пройдут. Ну, да, два моста на ремонт закрыли. А машину тоже позвонили оформить машину, если купить. Ну, мы хотим машину покупать, купить машину на 20-е число. Только можно оформление. Это сегодня 3-е, 20-е. Что, 3 недели почти ждать надо? Ну, не на 20-е, а после 20-го. После 20-го. До 20-го уже все, запись расписана. Ну, вообще, вот такие вот дела. Ну, как бы сказали, что штраф брать не будут, потому что вот из-за этой эпидемии у них там сложность в том, что, ну, небольшое количество они в день принимают, потому что вот именно нужно вот это вот время, расстояние там от одного до другого человека, не знаю как там, полтора-два метра. Ну, в общем, наверное, всех эта ситуация достала, и только нас. Ну, сейчас даже страховщики работают. Вот кто до часу звонит, кто до трех, кто там вообще по телефону, ну, как бы, созвонился, поехал, застраховал машину. Ну, вот так-то у нас мест здесь вот так красивых съездить, и санаторий в полное, и базы отдыха есть, и озера все ездить куда, да, откроек, ну, потерь тоже. Жарко в машине сидит, потому что дождик будет моросить. Ну, оно какое-то спарение сейчас, с утра-то солнце было, все так вот, сейчас ветер ночит. Ну, вообще, вот, ребята так, поехали с нами, сейчас Таньки будем... Да, они вот будем тебе обувь покупать. Они рады. Хотя бы посмотрим, что-то, может быть, подберем. Потому что сейчас не знаю, завоз вообще был или нет, может быть, старую всю продукцию распродают сейчас. Ну, да. Ну, поехали посмотреть. В общем, вот так вот, пасмурно у нас. Прям все небо обложило, и такой вот мелкий морозняк. Ну, Яндекс показывает, что в течение часа будет сильнее дождь. Не знаю. Будет он, не будет. Так стеклышки помылся чистенько. Будет, не будет дождик, но мы едем. Но мы едем, да. Еще едем, да. Мы уже фарбовываются от прочего-то. Ну, вот наш первый торговый центр. Здесь обувь посмотреть приехали. Сан-Март. Это Пенза. Пипец, карантин. Что такое, что? Вообще, вы откуда, люди? Вы что, сделаете? Мы думали, что одни приедут. За обувью. А тут и встать-то некуда. Реально, блин, что это вообще? Вот такое. Нормальная девочка. Так, ну ладно, мы будем парковочку искать где-нибудь. Ну, как эти? Ну, уже третью пару меряем. Что-то маломерки они. Стань, стань, по мере, кто там калачок. Что они все на сзади похожи. И тут вот, и тут. И вообще они какие-то бабушки есть. Ну, кабачком станешь бабушки? Нет, ну что ты придумываешь? Они на кроссовки похожи бабушки. Мы все равно маловатые. Маловатые? Ну, я не знаю. Ну, короче, Лан, вот эти возьмем, да, Валер? Да, я бы. Да, я бы. Хорошенький, на лето, на весну прям. Нашла себе, да? Нет. Настя себе тоже тут сладкая. Да, ну, вот, ты себе приглядела. Ага. Аня, пошла оттуда. Да, ну, хорошо так смотрится прям. Легенькие. Они кожи. Ну, дермантин, кожа. Ну, они типа, хочешь понравилось, да? Да, хорошие. Хорошие. Мне тоже понравилось. Да, лопаточка. Вот, ребят, что такие взяли прям, нам понравились. Вон, под зеркалость, подойди. Классно смотрится, да. Мне вот этот задник, ну, кстати, вот эта вставочка. Ой, ну, как они у нас все. Ну, что такие. Что я тебя поругала? Я же, ты сказала, тебе белые надо. Ты черные. Белых нет. Пошли в другой магазин. Пошли. Пошли. Жалко, в этих нельзя, пойти они. Вот, ребят, еще такой зонтик взяли. Настя, покажи его. Да, вот так. Класс. А Валерий черненький такой же. А Анюта, вон, рада у нее. Обновки. Валера, вон, черненький зонтик. Покажи ручку, какая у тебя у зонта. Класс, да? Мне так понравилась она. Вставочка. На нижнюю кнопочку там. Нажимай. Он полавтомата. Не буду его закреплять. Автоматика. Ну, в общем, все, накупили. Настя у нас только без покупок остался. Он говорит, ну, сейчас еще один магазин зайдем. Вот, ребят, что у меня девчонки нашли. Он с джинцой, покажи, как классно толстовка. Классно смотрится. Неразово так. 1200. Вообще клево. Валера уже у нас вон там в коридоре сидел. Куда? В электроник? В электроник, скажем. Ты тоже? Ну, идите. Ничего я здесь. Давайте. Ребяточки, меряю. А, вроде, ничего, да? Да. Да, его удвинут. Прямо это и тут обводка. Она такая коричневая. Мне, вроде, подходит. Не знаю. Очень даже хорошая мне нравится. Прямо что-то... Блин, да что ты. Вот. Че, Ань, как? Мне кажется, круто. Я что-то взяла. Они стоят какие-то копейки. Там 10, 16, 30 рублей. Я хотела что-нибудь зеркальное такое небольшое. Мне кажется, круто смотрится хорошо. Вау, как первый попавшийся вообще отделай и нормально. Давай возьмем? Давай. Ну, что возьмем? О, ребят, еще сумочку нашла. Анюта говорит, возьми, мам. Да. Она как смотрится. Удобненькая такая. Меня Настя отдала, но мне по телефону не налазит кожу, она себе черную покупала. Не знаю, сейчас подумаю. Очки-то я возьму точно, мне понравится. На, ребят, вы все на купе здесь сидят, сидят наши. Все, бегом. Вот еще, ребят, в один торговый центр приехали. Вот этот, это пассаж, тоже Пенза. Ну, это вот московская, я вам показывала в прошлом видео. Такая пешеходная улица, где гуляют. Московская восемьстрельная пассаж. Вот, ребят, наш любимый ресторан. Жарко. Закрыто все. Пошли. В магазин все точно пошли. Красота какая. Светутки. Бегония. У меня была бегония, но что-то меня не... Лея. Пеларгония, вот я посадила. У меня какой-то цвет вот такой, наверное. Не знаю, купила. Гвоздика. Ой, а манюшки, смотрите, какие. Класс. Вот, цену у них так не это. 200 рум. Что-то еще интересно. Это уличные, наверное. А геранька вот интересная уличная. Нет, такой приятный цвет. Специфилиум. Я его рассаживала, рассаживала. Так разросся. Красиво. Вот, мы уже на улице. Павятник Белинском. Подошли снять. Из река цветочки вроде хорошие, они такие немножко подвявшие. Это вот Московская, мы вон там, вон в посаже, вот в этом были, в церковном центре. Это вот драм-театр. В прошлый раз я его плохо сняла. Вот такая у нас красота. И туча, туча. Мы стоим ведь под дождиком, ребят. Под дождиком снимаю. Мокнут окно, он такой мелкий. Ладно, пойдем домой уже. Вот, ребят, мы домой уже едем. Подвесной мост. Это у нас здесь вот сурам протекает. Ну, я не знаю, тут не видно ничего общего. Мы в пробке стоим. Ну, вроде бы как это, его реконструкция. А вот здесь вот этот ресторанчик, там шашлык вкусный. И вот небо такое тут все. Мы стоим. Я затянула. Да, затянула все. Тут раньше домики старенькие. Я вон еще какое-то домишко-то осталось. Мы снесли. Ну, мы снесли. Там дальше еще несколько основ. Ну, вообще, такое убойное здесь это. И новостройка такая вот стоит. И старый дом. Местность такая. Старый фонд. Частные дома. Вот чего? Их сносить надо. И небо все такое затянуло. Вон у нас купола, видать. Валера, а как этот собор называется? Не знаю. Ну, собор на Советской площади. На Советской площади. Центральный собор у нас. Просто я хотела ресторан-бочку знаменитый снять. Ну, как знаменитый. Мне вообще Засика больше нравится. А я в бочке, мы с тобой ни разу не были. Что-то мне даже ни разу не приходилось сюда. Вот он. Вот как-то так. Он прям... А, ну, видно, так сняла. Нормаль. Нормальская. Вот это наш Пензенский, да. Наш Пензенский. Там столько лет прожили. Вот мост пошел. Давай на взлет, как это, на самолете. Смотри, что на мостах. А Валера у нас на самолете боится летать, я не боюсь. Сейчас пик настал. О-о-о-о, тетю, попали. Да. Нефиг было, блин, бегать за самсой. А что мы еще взяли? А мы, ребят, взяли это, самсу домой покушать. Малты. Малты, да. Вот мы встряхивали. Ура, все, мы к дому подъезжаем. Наконец-то, наконец-то. А вот мы вот с этой стороны ездим. Вот здесь вот за парком, его не назовешь, я не знаю, за лесом. Там еще не облагородили его. Там пруд. Вот Вера, по-моему, солнечная называется, да, на базах. Лесная? Нет, лесная же там нет. Аня, ты не знаешь, как база, где пруд нашел? Нет, не знаю. Лесная, по-моему. Лесная, все за лесную проглотают, значит, лесная. Я говорю, солнечная. Не знаю, короче. У пусы, дочков у нас тут на круге. Ай! Сажали. Дождь что-то, да. Без Куваши мы будем сидеть-то вообще. Без Куваши мы будем сидеть-то вообще. Сидим, сейчас подъедем. Ребят, грануть тут прям неподъезд. Да. Если к подъезд не подъедем, то уже хорошо. Ну вот сейчас мы уже приехали, это город Заречный. Это мы из Пензы приехали. Ну тут разница, я не знаю, от города Пензы доехать до города Заречного, я не знаю, 14 километров, 7 минут. 15. 15. На маршрутке 15, а на машине втопил, быстрее доедешь. Втопил, да. Вот как тоже сейчас втопил и по безтроянию. Да, все, все, приехали к дому. Ура, мы дома. Все, ребят, приехали мы домой. Дома так тепло, хорошо, светло. Дождь клюет еще до сих пор, уже вечер сейчас. Мы поужинали, я вам показывала ресторан наш любимый вот в торговом центре. Мы любим, ну я, наверное, больше всех. Ты, девчонки тоже любят восточную кухню. Ну, взяли, короче, мы самсу с мясом с говядиной, с лукой такой пережаренную. Взяли манты поужинать. Хотя у меня и дома что есть поесть, но вот захотелось что-то такого. Что-то такого, что не я готовлю. А так у меня корочка, тушеное мясо есть еще. В общем, ну есть что-то есть. Все, мы поужинали уже, сейчас отдыхаем, кино смотрю, пытаюсь смотреть. Но я больше в телефоне сижу. А что хотела сказать? Мы вчера на улице гуляли, ежика видели, прям около дома. Сейчас вам покажу, смотрите. Ой, он смотрит прямо на меня. Это же маленький. Маленький, да, это маленький. Он напугался, пришли тут люди. Прям на меня смотрят. Он что-то лазит, копал. Копал, лазил. Да, он у него так, нарыто немножко. Тихо лосунька. Червячков, червячков искал. Ой, комарики, да? Комарики. Он прям смотрит на меня, вон глазки, да и носиком. Все, мы уходим. Пока-пока, ежик. Пока, мой хороший. Мы пойдем. Классный ежичек. Мы прямо его увидели. Он еще такой совсем малыш был. Потому что мы ежиху видели. Правда, в другом месте, но рядышком. У них, наверное, там прям целая семья. Потому что еще подкармливают их местные жители. Ежиха была просто летом. Я не знаю, вот тем не по плечам. Вот так вот, если прямо оно такое кровное. Мы уже с подружкой шли. Ей Настя с нами была. Настя, давай возьмем. Она такая трусишка. Нет, нет, говорит, не надо. Мы тоже так пофотографировались. Было вечером. Они в основном вечером вылаживают. Глаза у меня засвеченные вспышкой. Это прям хорошо сняли. Такими бусинками смотрят. Прям такой милашка-лапочка. В общем, вот так день у нас сегодня прошел. Покупочки мы удачно съездили. Ну, вот я на видео показывала. Мы Аню купили две пары обуви. Одни, значит, вот черная сеточка. Такие кроссовочки летние. Они прям, ну, просто сетка летняя. Легкие-прелегкие. В жару их можно надевать. А вторые кожаные. Ну, в дырочку такую тоже слепо на летние. Потом мне очки купили, которые я верила в торговом центре. Я от них прям в восторге. Мне прям понравилось. Еще так это оделал. С первого раза прям все подошло. Обычно я там перила пачку в магазин. Ну, это нет. Вот просто подошла, померила. Аня у меня такая, молодцы, так хорошо, бери. И сумочку мы взяли вот такая, ну, через плечо, которая серебристая. Я вообще хотела себе белую или черную. У нас черная уже есть такая, но она не вытянутая форма, как квадратненькая. Не очень удобная. Мне что-то такое продолговатое. Ну, вот, например, кошелек продолговатый у меня или телефон. Ну, там вот у меня большой, прям немножко побольше бы ее запихивать неудобно, короче. А это прям самое то. Я и там померила, кошелек положила. Все, все очень нормально. Так что мы с покупками удачным покушать еще зашли, вкусненько купили. Потому что, ну, мы по восточной кухне, я и не умею готовить. Ну, не то, что я не умею, у меня желания, если честно, нет. Уже не лентяйка. Я просто хочу сказать, что мне уже неинтересно готовить что-то вот такое. Мне проще прийти там, купить. Намного вкуснее такая еда, кажется. Ну, это просто, наверное, всем так, особенно, когда мы приходим там в гости к маме, там, к сестре. У многих такое есть. Кушаешь, кажется, еда намного вкуснее, чем ты готовишь сама. Ну, все, будем видео, ребята, заканчивать. В общем-то, у нас, ну, поняли, такой крах сегодня случился. Мы с мужем в отпуск ушли. Вот. Мы остались без отдыха в связи с коронавирусом. Может, кому, у кого отпуск будет в июле или августе, вам, ребята, там в сентябре повезет, и вы поедете. Но мы, к сожалению, в отпуску просидим. Будем сидеть дома. И даже, вот, покупка машины, хотели, так не ожидали. Хотели купить машину, а, оказывается, ее-то, блин, проблемно купить в наше вот время этого коронавируса. Так что, да, будем, ребята, сидеть дома. Максимум, что выбраться в торговый центр, наверное. И все, ну, сегодня все довольны, даже Настя. Ей, наконец-то, купили. Она у нас шаурму не очень любит. Она не то, что не любит, она ее не ест. Она любит вот самсу, восточную кухню, вот это все. Ля-кебаб, манты, там что-то, как это называется, завернутое в виноград. Ну, мясо, короче, завернутое, забыла, как он называется. В общем, штучка такая, манты, ее любит очень. Валеру плов очень любит, восточный, вот. Так что мы сегодня довольны. Все купили, все поели. Сейчас уже вечер, я сижу, отдыхаю. Сейчас уже будем ложиться, встать. Буду веки вас оканчивать. Всех вас люблю. Всех целую, целую. Всем пока-пока. Да, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.